И сейчас у нас параденза. Параденза готовится от ДИФ. Ваши аплодисменты, командир. Параденза, пожалуйста, микрофон. Вам нужно два микрофона? Один микрофон. Хорошо, тогда аплодисменты, стартап. Всем привет. Хотели бы представить вам сегодня наш проект. Когда мы думали над идеей для этого хакатона, мы подумали, какая у нас реально есть проблема. И у нас есть такая проблема, что ты, например, путешествуешь, делаешь много фотографий, ну там штук 10 на коней пиве башни, и среди нет ни одной идеальной. Где-то нога не так стоит, где-то глаза закрыл, где-то еще что-то. И, в общем, например, здесь мне, допустим, нравится лицо на первой фотографии, но не нравятся руки, а нравятся руки на второй фотографии. И можно предложить пользователю выделить ту часть, которая ему нравится. Да, и, собственно, запустить. Так как сейчас все это работает у нас локально, на одном фотографии выходит носик по секунд 40, поэтому за это время пока расскажем, что же там так и работает. Да, когда мы подавали заявку на хакатон, у нас не было вообще ничего, кроме идеи. Когда мы узнали, что мы прошли, мы быстро накидали бури и грубую OpenCV реализацию, где основной проблемой была понять, куда объект из второго объекта вставлять на первый, то есть найти его локализацию. Собственно, на хакатоне мы с помощью VGG фичей находим эту локализацию, затем делаем выравнивание с помощью OpenCV методов и затем с помощью Poisson Blending делаем вставку. Вот, собственно, что у нас. Здесь у нас следующие примеры. Вот сейчас хотелось бы посмотреть, как оно доработает. Можно свернуть картину? Вот, оно доработало. Ну, собственно, вот, да, видно здесь взято лицо с первой фотографии. Ну, это почти все с первой фотографии, да. И вот эта замена рук с третьей. И дальше несколько кейсов, в которые этот продукт был бы вообще полезен. Теперь давайте посмотрим на фото. Вот, ну, первое — это фотографирование домашних любимцев, которых вообще невозможно поймать в одной позе, да. Вот, и можно, соответственно, вот с первой, с вторая, с третьей. Давайте дальше. Да, первая, вторая, третья. Дальше это селфи, на которых, например, на первой я закрыла глаза, а на второй Карина закрыла глаза. И, как бы, вот в третьей фотке ее никогда не было, но мы ее сделали. Вот. Дальше мы можем убирать какие-то объекты заднего плана. Например, вот, и не нравится, как она стоит на первой фотографии, но там машина влезла, да. Но машины нет на второй фотке. Ну, и, соответственно, третья фотка. Верно. А, два. Да, все, окей. Вот, также можем убирать человека на заднем плане. Вот. Ну, собственно, еще кейс, это когда есть групповая фотография, на которой, понятно, что все не могут получиться на одной фотке. Вот, можно, вот, например, да. То есть на этой фотографии Инна закрыла глаза, но нам с Кариной нравится, как мы получились. Поэтому просто мы Инна вот с этой фотки переносим на следующий ватт. И все с открытыми глазами, все улыбаются, все довольны. Вот. Время. Время и аплодисменты. Насколько сможет сделать улучшить скорость процесса? Смотрите, все сейчас локально. Мы думаем, что для пользователя это могут быть, не знаю, секунд 3-5. Ну, то есть, совершенно быстро. Ну, и ничего не оптимизировано. Ну, то есть, да, это битоновский код, который, ну, его просто, наверное, легче работать, если те же алгоритмы написать там в уроках, например. Нет, там есть тоже параллели. Еще вопрос. Есть ли объект смещен? А сколько это? Смотрите, здесь мы рассматривали смещения, но не очень большие. То есть мы вот этими BGG фичами смотрим похожий объект в окрестности этого объекта. Мы смотрели окрестность примерно в два раза большую, чем пользователь зажимовал. Да, то есть на самом деле оно вот здесь, вот на этой фотографии получается, вот здесь оно ищет эти руки похожие и туда вставляет. В принципе, можно искать по большему количеству, мы просто не рассматриваем. Нет, как есть. Ну да, конечно. То есть это изображение может быть смещено где-то на B5, наверное. Качественные результаты, насколько ухудшается, насколько резолюция, не знаю. Ну, на самом деле, вот если открыть какие-нибудь фотки... Биль, можешь открыть пример? Да, вот это последнее вот, ну да, то есть вот это фотография реальная, первая, вторая реально сделанная, третья, которую мы создали. Зрительного эффекта для юзера, который это будет выкладывать в социальную сеть. Вот, а так мы не меряли каких-то таких... Еще вопросы? Еще вопросы? Так, да, а... А насколько вы считаете завершенность продукта сейчас на данный момент? У нас есть кейс, который мы не успели проработать. Это если область очень близко к границе, ну то есть она находит на границе, да. Это нужно просто отдельно проработать. Вот. А в остальном... В остальном как раз? Все было сделано во время катона. А, да. Собственно, мы, когда подавали заявку на катон, это была только идея. Когда мы узнали, что мы проходим, мы стали делать какое-то начало. И когда мы сюда пришли, у нас было только OpenCV, и изображение само мы подстраивали по всему изображению. То есть мы просто его брали и поворачивали, условно говоря. Вот. А здесь уже мы приключили... Все остальное, собственно. Вот. Спасибо. Реберно. Спасибо. Спасибо.